Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это новая карьера на моем канале, карьера за Дортмундскую Барусию. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РЕНТИ, ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения летсплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, Дортмундская Барусия, основанная в 1909 году и названная в честь одноименной пивоварни на Штайдгерштрассе, Барусия начинала играть в белосиних футболках и черных трусах, становился чемпионом 8 раз и 5 раз выигрывал Кубок страны. В 1963 году Барусия в штутгартском финале обыграла Кельн со счетом 3-1 и стала последним чемпионом Германии перед образованием Бундеслиги. Первую победу в Лиге чемпионов клуб одержал в 1997 году, обыграв в финале соперника на стадионе Баварии. Трансферный бюджет у нас не такой уж и большой, 63 миллиона, цена клуба 1 миллиард 220 миллионов евро, форма на ваших кранах, лицензионный у нас стадион, сигналы Дуна Парк. Ну и давайте пробежимся по ожиданию руководства. Домашний успех очень высокий, но это понятно, нам надо вот эту гегемонию Баварии заканчивать в Германии. Ну я так понимаю, раз очень высокий, то это и чемпионат от нас ждут и Кубок страны. Насчет международного успеха, мне кажется, ну там не победа уж точно, на первом, мне кажется, сезоне, там, наверное, где-нибудь до полуфинала Лиги чемпионов дойти как-то так. Популярность марки, понятно, очень высокая, потому что все-таки Borussia Dortmund это мировой бренд такой уже. По финансам средняя, ну и, кстати, развитие молодежи, понятно, что высокий. То есть если в карьере за PSG мы будем с вами скупать абсолютно всех мировых звезд, потому что мы денежный мешок, Borussia к таким клубам не относится. Будем развивать нашу молодежь, отправлять скаутов, чтобы находил нам талантов по Германии, а может быть, в принципе, по разным странам будем отправлять. Ну и покупать тоже будем не футболистов, там, знаете, мирового класса, а именно многообещающих, чтобы скауты нам таких находили. Итак, насчет сложности. Я бы все-таки поставил на мировой класс, потому что меня уже опыт научил, что легенда это очень тяжело для меня. Именно почему-то FIFA 21 и FIFA 22. FIFA 20 мне комфортно было играть на легенде, но вот карьера за PSG, первый выпуск у нас как-то не очень там сложилось, все именно играя на легенде. Но давайте здесь поставим на мировой, там посмотрим. Валюта евро, еврокубки, давайте посмотрим, в какой группе мы находимся. Спортинг, Аякс, Бешикташ. Поэтому из этой группы мы обязаны выходить с первого места, как я считаю. Мне кажется, руководство тоже такого мнения. Трансферное окно включено. Приложение сборных есть, жесткость переговора свободна и финансовые вложения, да, никакие нам не нужны. Итак, готовы ли мы блистать? Конечно, готовы. Итак, наша первая пресс-конференция. Ну, вот такого тренера я создал. Он более-менее чем-то так же похож на главного тренера PSG в нашей карьере. Ну, уж не вижу смысла создавать каких-то там других. Все равно идеально получится, не получится ни один тренер, похожий на меня. Итак, ну что же, будем участвовать, наверное, вот в этом турнире. European International Cup. Вот. Больше всего здесь, потому что призовые. У нас будет в группе Наполи, Уэстхэм и Атлетик Бильбау. Да и, в принципе, здесь по соперникам, если так посмотреть, то Тоттенхэм, наверное, и Арсенал могут ставить нам какую-то конкуренцию. Ну, а, кстати, вот здесь есть Барселона. Трудный тоже соперник. Ну, а здесь Ювентус у нас был бы в группе. Ну, а так, то это более-менее равный такой турнир. Ну, и почему-то призовые здесь побольше. Возьмем именно его и будем участвовать именно в нем. Так. Наполи, Уэстхэм. А, ну что, правильно я говорил, да. Наполи, Уэстхэм и Атлетик Бильбау в нашей группе. Так, важная информация. Понятно, это постоянно. Так, отчет Молодежной Академии. Я сразу буду убирать тех ребят, у которых потенциал ниже 90. То есть, ну, и то мои такие прихоти. Потому что если они ниже 90, то там, в принципе, и себя они ничего представлять не будут. Ну, вот, кстати, Георгий Лысенко. Украинец. Поэтому посмотрим. Ермоленко же выступал за Дорхенскую Барусью. Может быть, через свои связи. Но в нашу Молодежную Академию добавил такого игрока. Привел. Поэтому посмотрим. Так, давайте сразу с центра здесь начнем. Управление перерывами. Вот. Во-первых, электронная почта стопится. Тренировки. Тренировки. Тренировки тоже нам надо, да. Расписание на неделю. Вот. Я снова же здесь в каждой буду карьере это выставлять. Тренировка будет перед матчем. После матча будет день отдыха. Вот. Так, вы хотите сохранить? Да, мы сохраняем. Все. Ну, как бы отдыхать надо после труда, не до него. Я так считаю. Ну, вот и все. Ну, вот и все. Переходим в центр состава. Будем знакомиться с командой. Посмотрим на состав, кстати, схему. 4, 1, 2, 1, 2. 2, то есть опорник есть, 2 полузащитника центральных, цапник и 2 форварда. Ну, все хорошо. Так, что у нас по вратарям? Ну, будет у нас 3 вратаря. На каждую позицию будет по 3 футболиста. 2 будут у нас в составе. 1, ну, мы отправим вот в аренду. Давайте здесь посмотрим. Ну, Хитца, я не знаю. Хитца отправлять в аренду. Как-то сранно будет им уже по 33, но посмотрим. Харта же все-таки тоже там в аренду. Отпускали, гоняли его по арендам. Так, что у нас здесь? Слева у нас есть Шульц, есть Герейра, есть 33-летний Шмельсер. Вот, ну, придется возрастных пока что игроков у нас в аренду отпускать. Дальше. Хюмельс. Раз за году 2, а Канжи 3. Угу, тот же Кулебали 4 пока что. Ну, а Колинса сдаем в аренду. То есть у нас есть одна уже, видно, проблемная позиция. Это центральный защитник. То есть у нас нету для второго состава. Вот, идем дальше. Правый защитник. Минье, 77. Матей Мори. Ну, пока что здесь ладно. Выцель. О, Данил Фомин, добрый день. Наверное, автоматически, как и Сафонова, постоянно в Баварию, добавляю. Ну, вот Фомин, почему бы и нет. Отличный вариант для второго нашего опорника. Посмотрим. Так. Кстати, Торган Азар. Торган Азар. Давайте мы его сразу будем переучивать. Тогда, раз он играет, вот видите, на позиции ЦФД, то давайте его переучим на позицию Цапника, потому что у нас, в принципе, нету фланговых игроков и позиции, поэтому такого игрока-то и терять, как бы, тоже неохота, пока что. Вот, поэтому давайте ему дадим Цапника. Вот. А там мы уже посмотрим. Так, центр полузащиты. Беллингам, Джан, Гюрпус, Рашель, Дауд. Так, ну вот, Рашель, Дауд, это еще ладно, но вот этого сразу в аренду пока что сдаем. Цапники у нас Бранд, Цапники у нас Ройс. Хотя, может, тогда, раз у нас есть, кстати, у нас и Рейна есть. Давайте, 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 знаете, что сделаем. Азара я переучу не на центрально-атакующего полузащитника, а просто на центрального. И тогда, мне кажется, все у нас получше будет. Так, ну, с Цапниками мы решили. Это Бранд и Марко Ройс. Так, Рейна. Ну, Рейну мы тогда в аренду сдаем, ему 18 лет. Так, ну вот, кстати, вот эти тоже парни. Тот же Вулф, Кнауф, Послак. Я их лучше бы продал. Хотя, смотрите, Вулф может играть с правого защиты, как мы видим. Поэтому давайте мы его сразу-то и переучим на правого защитника. Чем бы лучше нам какого-нибудь игрока-то покупать. Ну, 44 недели, кстати, но это очень много. Это больше, там, полугода. Но что уж тут остается делать. Либо Рейна, ой, Рейна уже говорю. Либо Вулф покидает команду, либо будет переучиваться. Как-то так. Ну, вот насчет Кнауфа, он только на правом фланге играет. Поэтому его мы сразу продаем. Так же, как и Послака. Вот. Хотя он тоже может переучить, но это долго. Поэтому вот таких игроков мы продаем. Рейнер из Реала у нас в аренде. Вот. Ну, в принципе, тоже он на Цапнике на таком. А его я вообще, в принципе... А, нет, могу его, кстати, трогать. Могу его переучивать. Поэтому давайте и переучу его на центрально-атакующего полузащитника. Чтобы у него чистая была позиция, а не ЦФДшник. Вот эта ложная девятка. Вообще, за две недели отучится парень. Вообще, замечательно. Так, ну и нападающий. Это Холланд пойдет на Малин. И Тикс. Ну, вот это вот плохо. То есть, я уже понимаю, у проблемной позиции это центральный защитник, это форвард. Тем более форвард у нас, в принципе, мне еще одного не хватает. Поэтому мы сейчас будем эту проблему мы решать. Так, разберемся сразу с составом. Основной у нас вратарь бюрки. Слева Гюррейра. Хюмельс. И Аканжи. Вот Мюнье. Так, Вицель. Беллинген. И вот сюда вместо Бранта мы ставим Джана. И все, Холланд и Малин. Так, ну тут они даже как-то вот, почему-то не знаю, что за схема такая. Ну вот, как-то их некрасиво вот расставили. Не знаю, почему. Сейчас я еще, может, даже и хуже сделаю, но в любом случае. Правда, как-то вот не очень даже симпатично это все выглядит. Так, этот, ладно, это ЛЦП Беллингем. Тогда у нас будет ПЦП и все. Так, насчет скамейки запасных. Насчет скамейки запасных. Кобель. Шульц, как левый защитник. Правый защитник у нас пока что это море, естественно. На данный момент. Вот, потому что Вульф может встать. Так. Так, так, так. Бранта берем. Ну и все, здесь будет тогда опорник, полузащитник и форвард. Так, у нас опорник это Фомин. Где он теперь? Вот он. Так, центральный полузащитник. Ну, Дауда будем брать, значит. Здесь Тигиса нападающим. Так, дальше по тактике. Прессинг и потери мяча. Ладно, здесь все это оставим. Капитана, естественно, Марка Рой, штрафной. Так, там никто лучше у нас не бьет, да, я так понимаю, в команде. Ну, кстати, Гюррейра 82. Ну, все равно. А, ну он вот справа бьет. Так, дальний штрафной. Сила удара 79, а у Ройса 86. Пусть Ройс-то и бьет тогда. Пенальти. 76. 76, кстати, и у Марка Ройса, и у Вицеля. Так, ну и так. Так, 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 давайте сейчас посмотрим. У Вицеля 76 пенальти, 71 завершение. Здесь 84, а здесь, ну тогда Холландес, если так и остается. Так, насчет угловых. Левый будет подавать Ройс, а правый тогда будет Гюррейра, чтобы по флангам они нормально разбились. Ну и сейчас выставляем задачи. Так, ну все, первый состав мы подготовили. Всем задачи мы расставили. Теперь просто выставляем второй состав и смотрим на наши же проблемные позиции. Как я уже и говорю, нам нужен еще один форвард, как минимум. И центральный там вроде как защитник. Ну, кстати, я смотрю вот этот панг Грачич. Он вообще откуда? Почему я его как-то не увидел, пропустил? Ну, вроде как у нас теперь есть центральный защитник. Но все равно не такого уровня, которого мы хотим. Но все-таки. Так, здесь у нас Даут. А, ну и Рашель, да, мы говорили про него. Здесь Бранд. Здесь тогда вместо Малина пока что уберу и поставлю Тигреса. Мог я, конечно, и Рейну переучить на форварда, и тогда бы он во втором составе там бегал. Но это все равно пока что все не то. Так, ну естественно, переходим сюда. Так, а, нам здесь уже форварды нашли, но нет. Я по своим все равно, так сказать, связям буду это все делать. Так, здесь еще и левого защитника нам находят. Причем из Бундеслиги. Усиление основы. Так, вот это все задачи мы здесь убираем. Так, скауты. Будут у меня работать только пятизвездочные. Вот этого отозвать. Этого тоже отозвать. И этого вообще сразу уволить. Вот, только пятизвездочные. Потому что в таком клубе, как Баруси Дорт, но только пятизвездочные. Так, Барусия, Барусия, Барусия. Где еще? Ну, наверное, во Франции бы. Типа, чемпионат там ниже. Может быть, там тоже будем искать молодых игроков. В АПЛ, в Италию и в Испанскую лигу шлезть мы не будем. Поэтому все. Мне нужен, я не знаю, нападающий или форвард. Давайте форвард. Чистый форвард. Многообещающий. Ну и возраст делаю, как всегда, там 16-27. Чтобы, если что, там вдруг многообещающего у нас 27 будет. Кто знает. Поэтому будем пока что так. Работать. Что у нас там по сообщению? Да, скаут в пути. Замечательно. Так. Поехали по заданиям. Сейчас посмотрим. Так. Подпишите не менее трех игроков, моложе 20 лет, с потенциалом выше, чем средний общий рейтинг игроков, играющих в данный момент на этой позиции. Сдерживать рост зарплат игроков на уровне 15%. Достигните количество игр без поражений в гостевых матчей в этом сезоне 10. Понял. Так, ну развитие посмотрели. Здесь вот без поражений, так сказать. За два сезона подпишите лучших игроков мира в количестве трех штук. Общий рейтинг 82+. А за два сезона. Ну понял. Может быть какого-нибудь молодого с рейтингом, но я готов буду за него хорошие деньги-то выложить. Сдерживает рост зарплат. Выиграть кубок и выиграть чемпионок, как я и сказал. Ну а здесь, да, прям все угадал. До полуфинала Лиги Чемпионов у нас задача в этом сезоне дойти. Так. Давайте посмотрим, с кем нам предстоит играть первый матч. Так. А я не знаю, кто здесь прям сильный-то такой соперник. Наверное, Наполе и Атлетика считают. Значит, против Уэстхэма я могу и вторым составом сыграть. Вот не знаю. Давайте, значит, вторым. Так, значит, у меня на тренировку отправляется мой второй состав. Да, и вот здесь бы я тоже, кстати, амплуа не менял. Надо бы здесь поставить. Пусть здесь. А здесь пусть Холлан будет с капитанской повязкой. Я ему, так сказать, доверяю. Так, а точность штрафных. Вот 65, видела 67. Почему Холлан ду-то дали? Вот Фомин у нас будет, значит, бить штрафные. Так, сила удара. Ну вот, дальний штрафной пусть. Все. Как я уже и сказал, сейчас вторым составом потренируемся. И будем уже... Так, а кто там? Да, поменять игроков. Да, вот второй состав замечательно. Так, ну что же, так же, как и в карьере за ПСЖ, будем начинать эти все задания. На лучшую оценку, как только будем проходить, тогда уже будем там рассчитывать. А так, пока что первые тренировки будем самолично выполнять. Ну что же, закончили мы наши тренировки. Две сделали на пятерки, одну на троечку. Вот на цену. Потом, если что, она еще раз появится, будем стараться переделывать. Поэтому, как-то так. Ждем сейчас сообщений. Каких-нибудь, вот, уже есть четыре сообщения. Наверное, все от игроков. Так, Кнауф. Я рад, что вы решили меня продать. Замечательно, наши мнения совпадают. Гюрпус. Тоже рад, что мы его сдали в аренду. У меня игра тут как-то от Хитц. Даже возрастной игрок. В аренде тебе будет лучше. Их он, здравствуй, тренер. От лица команды хочу повредить вас в клубе Баруси Дорн. То есть, он взял слово не Марка Ройс почему-то. Ну ладно. Будь здорово, поработать с вами Эрлинг. Передай всем игрокам команды. Так, ну у нас сейчас очередная, да, вот будет тренировка. Второй состав. Все так же. Так, ну и здесь все снова новые. Ну что же, а здесь получилось все три тренировки на А выполнить. Поэтому эти тренировки в следующий раз мы будем просто уже рассчитывать. Так, нам предлагают капитана. Ну Мацо Хюмельси нам предлагают на матч против Уэст Хэма. Но он не будет на этом матче. Так, а нам, кстати, надо еще подготовить скамейку запасных для второго состава. Потому что здесь... Хотя нет, здесь-то вроде, кстати, тоже все готовы. Так что они автоматически, наверное, как-то перенеслись. Поэтому все. Ну будем играть сейчас вторым составом против Уэст Хэма. Дебют для нас. Ну вот, посмотрим, на что способны наши игроки. Кстати, вот Фомин сегодня дебютирует у нас. И Сергей Пипуткин будет судить этот матч. Поехали. Итак, мы на Энфилде. Борусия Дортмунд против Уэст Хэма. Для нас этот турнир проходит в Англии. Ну что же. Дебютный матч нашего главного тренера. Хоть и неофициальный. Но посмотрим, на что мы способны. Хоть и играем вторым составом. Так, отлично. Ну и все. Вроде как отбились в этой атаке. И вот сюда. Тигрес на Юлиана Бранта отдает передачу. Ну а мы на Эрлинга Холланда. Ой-ой-ой, здесь Ариоля-то вытащил. Я думал, просто сейчас аккуратненько за Эрлинга получится забить. И этот парень наш забивает дебютный гол. 17-я минута. Я даже не... Ну, Тигес. Все время хочу почему-то Тигрес его назвать, как клуб. Мексиканский вроде. Ну вот. Неплохо здесь распасовались. Даут записывает на свой счет голевую передачу с левой ноги. Тигес открывает счет в сегодняшнем матче. Да и, в принципе, он первый игрок в Дорфинской Баруси, который забил на вот этом предсезонном турнире. Так, ну и опасный был, конечно, сейчас удар. Хорошая какая сразу разрезающая передача на Бранта. А тот на Холланда. Внимание, Эрлинг Холланд. На Дауда тот в касание хотел, конечно, пробить. Но немножко не точно сейчас вышло. Но так и классная на самом деле была. Ну, 1-1. Перед самым перерывом Антонио сравнивает счет. Причем это первый удар в створ, если не ошибаюсь, у Вестхэма. И вот такая вот первая хорошая действительно атака. Провалилась наша оборона. Там за году непонятно где гулял. Ну вот Антонио забивает и сравнивает счет. Сразу на Бранта. Брант. Искал, конечно, возможность отдать там на Эрлинга Холланда. Но вот Дауд. Дауд! Какую же передачу он отдал на Холланда. Но все равно Ариоля спасает ворота Вестхэма. Просто уже по пустым надо было бить. Но как-то вот не получилось у Эрлинга в притирочку со штангой пробить. Вынос. Подбор, надеюсь, за нами будет. Отлично. Дауд. Брант. И Рашель забивает. Какой классный гол-то. С такой хорошей дальней дистанцией. 62-ая минута. Борусия Дотмон снова выходит вперед. Причем забивают те игроки, на которых мы вообще сегодня не ставили. Но ребята молодцы. Пользуются своим временем. Даже опорник наш. Или нет, он центральный полузащитник. Да, Рашель. Но очень хороший гол. В дальнюю девятку закладывает. 2-1. Минимальная победа Дортмундской Борусии. Со счетом 2-1 мы обыгрываем Вестхэм. Голы забивали наши. Недооцененные, конечно, игроки. Тайкс и Рашель. Не знаю, как правильно это. Рашель, наверное. Вот. Читается его фамилия. Ну вот как-то. Так. Могу, конечно, по статистике тоже там посмотреть. Вот. Мы, кстати, наиграли на 5 мячей. А Вестхэм на 2. Вот. То есть, если округлять 4,5. И в большую сторону вот. На 5 мячей мы наиграли. Ну, где-то вот, значит, подвела нас реализация. Так. У нас предложение по аренде для Хитца. Фторина. Так. Но здесь они снова. Вот такое вот появилось недавно. нововведение, что здесь. Это вроде с этой FIFA или с прошлой, я не помню. Что могут даже нам предлагать аренду с правом выкупа. И вот как раз по Хитцу и хотят сделать это предложение. Мы отклоняем. Посмотрим. Ну, и все. Останавливать замены. Это понятно. По Вицелю пришло предложение. Лестер его хотят купить. Но мы пока что отклоняем. Хоть и Вицелю там 32. В будущем мы, естественно, будем от него избавляться. Но пока что это не главная цель. Так. Ну, и сейчас все-таки Холланд выйдет в старте. Отыграет 45 минут. Я его потом, естественно, заменю. Давайте посмотрим. Там, в принципе, то у нас есть же на скамейке запасных. Тайкс. Да. Ну, выйдет во втором тайме. Поэтому Атлетик Бильбао против Баруси Дортмунд. Поехали. Итак. Мы на Олд Траффорде. Играем сегодня как бы на выезде. Вот. Атлетик Бильбао против Дортмундской Баруси. Групповой этап. Второй тур нашего предсезонного турнира. Мы играем первым составом. Поехали. А вот и Витцель. Которого, кстати, наверное, приглянули скауты Лестера. Раз мы сейчас в Англии находимся. Вот. Ну, а Холланд не забивает 100% на такой момент. Вот. За Витцелем приследился Лестер Сити. Решили его у нас забрать. Мы пока что отклоняем. Малин. Беллингем Холланд. Нет. Снова не получается. Передачу не получилось отдать. Ройс. Ух, как на Малина. Ну, нет. Между ног пытался пробросить Уна и Симону. Но вратарь не поддался. И Ройс. 100% вот снова же момент. Так, давайте вместо Холланда Тайкса выпущу. Все-таки уже даже больше часа Холланд отыграл. Тайкс на Беллингема. Как неплохо сейчас. В розыгрыш пошли. И удар. Ну, снова защитники. Очень хорошо сейчас сгруппировались. И как же неплохо. Ройс сейчас убегает вместе с Малином и Тайксом. Ну, и подавать. Только подавать. Тайкс. Нет. Этот парень не забил. И все-таки забил. Ребят, ну, со второй, третьей там уже попытки Тайкс забивает уже второй гол за Дортмундскую Баруси на этом претезонном турнире. У Холланда не получилось за 60 минут забить сегодня против Атлетика Бильбао. Но вот все-таки получилось забить Тайксу уже второй гол на этом турнире. Вот, да. С третьей попытки все-таки получилось затолкать этот мяч в ворота. Но, слава богу, Баруси выходит вперед на 7-2 минуте 1-0. Какой хорош, что сейчас тут и прострел был, и Мюнье в руку мяч ему попадает. Вроде бы безобидная ситуация сейчас была в штрафной Дортмундской Баруси. Но Томас Мюнье решил поиграть здесь в волейбол. Вот тут как бы и рука сильно-то, ну, она прижата действительно там была. Но арбитр посчитал. Этот момент на 11-метровой Абюрке все-таки отбивает. Пенальти на 80-й минуте и капитан Атлетика Бильбао и Кермуняин не забил. Нет. Ройс на Беллингема. И Малин делает счет 2-0. 88-я минута. Дебютный год. Год, да. Гол Малина за Дортмундскую Барусию. Он только в этом сезоне пришел в команду. Ну и шикарно отыграл. Причем для него уже это первая игра. Против Вестхэма он не играл. И все-таки 2-1. На 91-й минуте Ньяки Уильямс с замечательным ударом под самую перекладину забивает. Ну и Атлетик уменьшает преимущество Дортмундской Барусии в концовке встречи. Вы посмотрите, как все элегантно по-испански в одно касание было сделано. Ну вот, вряд ли сейчас у Атлетика получится хотя бы на ничейку дотянуть этот матч. Ну и действительно, Дортмундская Барусия держит вторую победу подряд на предсезонном турнире. И снова, кстати, 2-1. Так что тут уже и вопрос к обороне, к атаке. Почему мы так мало забиваем и все-таки пропускаем. Сейчас посмотрим по XG. Мне кажется, у нас здесь тоже много моментов было потеряно. Да, как мы видим, мы должны были забивать 6 мячей, Атлетик 2. Поэтому вот как-то так. Снова опять реализации у нас не было. 12 ударов, как вы видите. Но всего лишь почему-то 2 гола. Так, предложение по трансферу за году. В Нью-Касл его хотят купить. Я говорю, действительно, вот Лестер, Нью-Касл. Действительно, из-за того, что мы сейчас в Англии находимся на предсезонном турнире, наших игроков хотят купить АПЛовские команды. Но вот за году, к сожалению, никуда. Ну, по крайней мере, в это трансферное окно от нас не уйдет. Так, ну у нас тренировка против Наполи. Я бы выпустил, кстати, тоже бы первый состав. Так, работаю со сборными. Ага. Так, так что пусть у меня первый состав готовится к игре с Наполи. Ну, здесь будем выполнять все тренировки. Так, ну что ж, здесь мы выполнили 2 задания на пятерку. Одно на цех. Ну, вот как-то получилось у нас вот так. Так, что у нас по Кнауфу. Интер готов купить Кнауфа. Как раз этого правого полузащитника, на которого мы, в принципе, не рассчитываем. Ну, вот смотрите, у него рыночная стоимость 2 400. 2 миллиона 400. Они хотят за 2 900. То есть, 12 вообще замечательно. На таких футболистов я и не хотел как бы навариваться. Просто поскорее его продать, чтобы он не губил свою карьеру. Поэтому все замечательно. Сейчас будем ждать, когда его уже купят. Так, а у нас очередная тренировка перед игрой с Наполи. Да, мы тренируемся первым составом. Ну вот, кстати, надо выполнить только здесь одну тренировку. Потому что остальные мы уже на А выполнили. Так, ну что же, это задание мы впервые выполнили. Вот, выполнили его на А, но остальные рассчитываем. Так, у нас предложение по Рейне. Я не помню, я его выставлял или нет. Да, вроде как выставлял. Из-за того, что у нас на Цапнике есть Ройс и Бранд. Поэтому, да, давайте поговорим с Миланом. Интересный вариант для Рейны. Так, на 1 год. Да, в принципе, мы согласны. Так, и по зарплате. Зарплате. Давайте 60 на 40. Все, не согласны. Замечательно быстро получилось договориться. Поэтому вот, как-то так. Ну и мы переходим к третьей игре на сегодня. Так, я не знаю сейчас каким. Буду, значит, вторым, получается, составом играть. Вот, выпущу, наверное, вместо Холланда Малина. Ну и вместо Бранда выпущу Рейну. Вот. Но там сейчас будем отталкиваться. Нападающих в любом случае мне придется менять. Ну вот, как-то так. Так, здесь, кстати, нет. Холланд выйдет в старте. Давайте, да, может быть, вот этих моих нападающих попробуем. Потому что Азар, Азар, давайте Ренье будет играть на этой позиции. А вот здесь вот будет Рейна. Вот. Так вроде мы и решили. Все. Вот так вот выйдем. Посмотрим, что из этого вообще выйдет. Дождь на стадионе Олд Траффорд. Поехали. Итак, Олд Траффорд. Третий тур группового этапа. Мне кажется, самый интересный матч из пока что нашего группового этапа. Это именно матч против Наполи. Против Вестхэма и Атлетика как-то не очень, наверное, было. Именно по афише, если смотреть. Но вот здесь вот по вывеске, мне кажется, две очень равные команды. Поэтому посмотрим, кто сегодня одержит верх. Так, Ренье отлично проходит. И сразу же подача на Холланда. Но тот не попадает, к сожалению, даже в створ. Так, ну и здесь штрафной удар. 11-ая минута. Я сейчас не знаю, кто там в команде. Вот Фомин, кстати, неплохо по точности штрафных. Давайте попробуем. Почему бы и нет? Это первая наша попытка пробить штрафной. И в самую девятку-то мяч летел. А Спина вытащил этот удар. Давайте еще раз посмотрим. Я думал, другой немножко камеры покажет. Но там их перекладывал в эту, в штангу, мне кажется, мяч летел. Выдвигается очень даже хорошо. И подача какая! Гол Айрлинга Холланда через себя, но, к сожалению, из офсайда. Но гол был очень красивый. Надеюсь, в сезоне в этом мы такой повторим еще. Ну и здесь все-таки, да. Причем явный офсайд был. Так и неплохо на Рынье отдают передачу. Неплохо он сам ускоряется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что за примос сейчас? А Спина с защитником не понять, что сделал. И вот Рейна, которого хотят у нас забрать сейчас в Милан в аренду на один сезон. Вот он вот так вот забивает. Первый свой момент же Рейна реализовал. Ну вот так вот 1-0, 31-ая минута. Питание. Ой-ой-ой-ой, здесь пенальти, а. Здесь пенальти. И получает желтую Панграчич. Ну вот как-то так перед самым перерывом. Но, кстати, у нас Бюркер же уже отбивал пенальти против, я не помню, с кем мы. С Атлетиком, да, вот играли в прошлом туре. А вот сейчас вот Инсини и Кобель. Посмотрим. Нет. Ну а здесь Инсини аккуратненько просто перебросил. 42-ая минута. Наполе сравнивают счет. Так неплохо. Рашель. Пытаемся мы сейчас выйти в хорошую атаку. Малин. Не знаю, офсайд, не офсайд, там все-таки был офсайд. Рейна забивает из офсайда. Мог этот парень забить свой дубль сегодня. Они вроде, если даже в ничью сыграют этот матч, выйдут в плей-офф с первого места. Палита. Ну какой удар. Ну здесь Кобель он должен забирать. Отлично. Все. И это ничья волевая для нас именно не по счету, что мы проигрывали, а именно по характеру. Мы отыграли вторым составом против Наполе, против серьезной команды. Показали свою силу, свою мощь, свой дух. Ну ребята в любом случае молодцы. Так. Ну 1-1. Что по XG мне интересно. Здесь мы на три мяча наиграли, Наполе на два. Ну вот как-то так. То есть все равно игра по статистике за нас. Так. У нас по море предложение по аренде с правом выкупа в Робу. Ну мы отклоняем у нас так проблемы с правыми защитниками. Поэтому как-то так. Так. А что у нас по тренировке? Все замечательно. Просто рассчитываем. Так. А это у нас вроде как первый. Или нет? Мне кажется должен же первый, да, там ставить состав? Да. Первый. Поэтому все замечательно. Первым составом мы и тренируемся. Поехали. Так. А у нас же там еще скаут. Нам скорее всего уже нашли наших нападающих. Давайте посмотрим. Кнауф продан в Интер за 2 миллиона 900 тысяч евро. Ну и 2 миллиона 100 тысяч нам перечислили в трансферный бюджет. Так. Вот. Игроки. Сейчас быстренько подобавляем. Кого нам надо, кого нет. И будем переходить уже к матчу с Арсеналом. Так. Ну что же. Выбрали. За кем нам стоит тщательно последить. Ну и переходим к последней игре на сегодня. Это полуфинал нашего предсезонного турнира. Ну начнем пока что так. А там может быть кто-нибудь на замену у нас выйдет. Давайте посмотрим, кто у нас в принципе сегодня на скамейке запасных. Тигис. Ну я не знаю. Я бы лучше Ренье, наверное, бы взял. Вот. У него как-то не сильно татаны задалось. Вот. Поэтому пусть пока что вот так. Ну и все. Баруси, Арсенал. Поехали. Итак. Олд Траффорд. Уже игра на вылет. Ну и вроде как Арсенал-то английский клуб. И здесь им может быть полегче будет. Мы все-таки как приезжая команда. Ну посмотрим. Уже матч на вылет. Будем стараться. Элныни. Передача в центр на Джаку. И как здесь Абуми Янг-то просто один. Одинешник стоял. Передача его Джака вывел. Вывел. И все. Мы впервые, кстати, пропустили первыми в этом турнире. Супер. Эмри Джан. И в забег отправляет Малина. Без офсайдена пока что. И. Ройс. Это Ройс. Это Марку Ройс. Капитанище. Забивает. Сравнивает счет. 62-ая минута. Счет у нас 1-1. Ну здесь вот хорошая атака прям вышла. Малин оформляет голевую передачу. И просто вот так ткнул. С Пыратом вроде. Сейчас посмотрим. Просто надо было аккуратненько в ближний угол. У Ройса это и получилось. И все. Мы уходим на перерыв. Я не знаю, сейчас сразу будет серия пенальти. Или дополнительное время. Сейчас вот мы узнаем. Вот по Икс-Джи. Мы на 5 мячей наиграли. Арсенал на 3. Так. Ну и да, слава богу, сразу серия пенальти. Так. Ну и посмотрим, как я бью серию пенальти в FIFA 22. Это моя первая серия пенальти. Ну давайте попробуем. Отлично. 1-0. Так. Ну пенальти мы отбивали. Так. Ну не в этот раз. Ну мы и пропускали уж точно с пенальти. Это тоже так. Ройс. Давайте попробуем. Почему бы и нет. Аккуратно. Ну нет. В штангу попадает Марко Ройс. Но теперь надо отбивать. Сака забивает. Он не забил на финале чемпионата Европы. Но забивает сейчас Эрлинг Холланд. Отлично. Норвежец ходит с пенальти. Забил. Надо, надо сейчас бюрки спасать. Нет. Здесь аккуратненько Смив Роуф перебрасывает. Ну и Малин. Отлично. 3-3. Джака. Отлично. Джака не попадает даже в створну. Там и бюрки вроде как контролировал. Надо сейчас забивать Хюмельсу и выводить наконец-то Дормун вперед. Внимание. Отлично. 4-3. И сейчас решающий пенальти. Роман Бюрки против Элнени. Есть. Бюрки потащил. Два последних, так сказать, пенальти от Арсенала. И Борусия Дортмунд по пенальти выходит в финал притезонного турнира. Замечательно. Просто замечательно. Вот этот сейф. Для комсомольской правды, наверное, полетел Роман Бюрки за этим мячом. Справился шикарно. Ну и вот. Подвели. Бьющий Арсенала. 4-й и 5-й. Это был. Я не помню. Ну вот Элнени и Джака вроде. Джака в створ даже не попал. Ну вот как-то так. Поздравляем Дортмунд с выходом в финал. По XG мы видели с вами уже в принципе. Там ничего вряд ли. Да. Пенальти не влияют после матча война XG. Поэтому. Вот опять же. Не хватает там где-то реализации. Так. Ну а там по пенальти, кстати, тоже Атлетик Бильбао минимально обыграл Тоттенхэм. Поэтому вот. И, кстати, почему-то у нас здесь 1-1 не высветилось. Очень странно. Но снова будем играть против Атлетика. Мы их обыграли, кстати, 2-1 на групповой стадии. Рейна у нас сдан в аренду в Милан. Отправляется замечательно. Беллингема хотят купить в Манчестере Юнайтед. Мы отклоняем. Так. Что у нас дальше? Ренье. Возможность. Так-то так. Сообщаю вам, что Ренье развивается и прогрессирует согласно нашим ожиданиям. Так-так-так-так-так-так. Ну все в принципе. Ренье. А, это вот этот именно. Тот Рейн, а этот Ренье. И что про Ренье? Так, а на какую позицию я в принципе-то говорил о Ренье? Играть. Тренироваться. На Цапника? А, он уже готов сменить позицию. Он уже готов сменить позицию. Я бы ему сейчас бы форварда бы... А он сколько? 17 недель? Пусть еще... Ну ладно, все. Он как бы... А в чем мы теперь не сменим позицию? Пусть он переучивается. Потому что Цапники у нас вроде еще нормальные. Да и тем более он вернется в Реал. Пусть хотя бы нападающим будет. Если что, вместо кого-то он бы выходил. Не подумали мы, конечно, про это. Ну ладно уж. Так, ну здесь еще и ждут. И ищут скауты наши. Так, мы будем, естественно, снова первым составом. Так, это первый? Нет, это второй здесь вроде. Почему-то. Может те уставшие, потому что после матча сильно. Так, ну не получилось нам улучшить наш результат. В следующий раз, значит, попробуем. Но вот эти две тренировки на А мы выполняем. Так, на Послак. Феликс Послак. ППшник наш. Да, мы его вроде тоже выставили. Вот, за 2 миллиона 800 он может перейти в Фейнор. Поэтому мы, в принципе-то, соглашаемся. Выше рыночной стоимости. Поэтому замечательно. Так, смотрим, что у нас здесь. Так, здесь уже стартовый. Да, прям стартовый тренировка дальних ударов. Поэтому вот эту тренировку мы и переделываем. Так, ну что же, улучшили мы, конечно, тренировку. Но не на максимум, на B только. Но остальные рассчитываем. Так, нашел всех, кого мог в Германии. Послак. Его сейчас хотят еще и в Джену. Но давайте, в принципе, и в Джену тоже пока что согласимся. Пусть у него хотя бы хоть какой-то выбор там будет. Они и меньше предлагают. Но нам не сильно-то это важно. Копеечка, так сказать. Так, за году хотят купить в Латиум. Это Латсо. Мы отклоняем. Так, и Малина хотят за 17,5. Но еще и обмен на Натана Аки. Вот так вот. Но нет. Пока что нет. Вот. Пока что нет. Ну и все. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. В следующем отыграем финал предсезонного турнира. Начнем. Наконец-то официальный сезон. В официальных матчах. Я не знаю, там Суперкубок Германии. Суперкубок, что у нас будет. В принципе, не знаю. Да, Суперкубок. И также уже начнется Бундеслига. Поэтому, ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей. И канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания.